Друзья, сегодняшний инструмент мне советовали сделать или приобрести буквально с самого первого видео про самоделки на этом канале. Если честно, я скептически к нему относился, пока сам не попробовал его в работе у своего знакомого. Ну и после этого, конечно же, было принято решение о его изготовлении. Хоть и кажется, что сама конструкция довольно простая, но на изготовление у меня ушло очень много времени. Ну а что же у меня из этого получилось, смотрите дальше. Мы начинаем. Основным материалом при его изготовлении будет листовой металл толщиной 1,5 мм. Корпус будет цельносварной, так как часть металла уже была найдена на моей любимой приемке. Почти что в нужный размер. Ну а нам остается только вырезать металл для бункера под песок. На природе со складным верстаком работать это одно удовольствие. На самом деле это фрезерный стол. И если кто не смотрел это видео, ссылочка на него уже появилась в углу экрана. Как обычно, чертежей никаких предварительно не делал и расчеты не вел. Элементы бункера же размечал вот таким способом. Пока занимался разметкой, подоспела подмога. А также пошел небольшой дождь, который заставил нас переселиться под навес. Там и дорезали детали бункера. Теперь можно собрать и проварить наш пазл. Общая длина сварочного шва при изготовлении пескоструйной камеры составила больше 11 метров. Ее можно, конечно же, сократить минимум в 3 раза, если использовать цельный лист и выгнуть корпус камеры из него. У меня, как я уже и говорил, были нарезанные куски и в итоге имеем то, что имеем. Зато получил бесценный опыт по сварке тонкого металла. После сварки, как обычно, обработка сварочных швов. Здесь также решил послушать ваших советов и прикупил фибровые диски фирмы 3М. Кубитрон 2. После непродолжительной работы сделал вывод, что они намного устойчивее к истиранию, чем обыкновенные лепестковые. И обработка происходит намного быстрее. Кто также работал ими, дайте знать в комментариях. Я лично остался доволен. В нижнюю часть бункера варим резьбу с пробкой для замены песка в будущем. В магазинах города получилось найти только вот такую пару, поэтому из муфты изготовим пробку. Просто заварим дно и обработаем на токарном. Для начала немного облагородим саму пару, а затем обработаем приваренное дно. Ну и сделаем накатку для удобства. Далее займемся основанием. Оно будет выполнено из трубы 20х40 и 40х60 мм. Заготовки в размер напилим на ленточной пиле. Это также можно сделать и обыкновенной уши. У меня этот станок есть и глупо им не пользоваться. Кстати, ссылки на весь инструмент, который у меня есть в наличии, найдете в описании. Ради такой мелочи не стал освобождать сварочный стол и основание сварим при помощи самодельной струбцины, угольников и полюбившимся многим из вас сварочным магнитом. Примеряем бункер. И если все хорошо, то будем вваривать в основание. Ускорим этот процесс и применим магию монтажа. Две секунды и все сварено и обработано. Остались только опилки от обработки швов. По бокам камеры из той же трубы 20х40 решил изготовить каркас. Он придаст жесткости конструкции и будет служить коробкой для дверок. Собираем одну сторону, а затем, используя ее как шаблон, свариваем другую. Также поступаем и с дверками. Используя ровную трубу, устанавливаем каркас на свое место и привариваем. Дошла очередь и до обшивки. На дверке обрезков не хватило и пришлось вырезать из большого куска. Удаляем с металла все заусенцы отрезки и монтируем обшивку на свое место. Для начала на прихватке, ну а затем все обварим. Здесь также придется применить уже знакомую нам магию монтажа. Раз и три часа пролетели незаметно. Также за кадром обварил дверки и их уже можно устанавливать на свое место. Мой помощник еще не подъехал и приходится выкручиваться самому. Устанавливаем дверки на свое место при помощи струбцин и привариваем навесы. Здесь нужно не забыть сделать зазор между дверью, чтобы в дальнейшем можно было наклеить уплотнитель. Я это конечно же забыл сделать и потом переделывал. Но как говорится не ошибается только тот, кто сидит на диване. Сразу же приварим защелки. В моем случае эта часть будет работать как ручка. И для полной эстетики одно отверстие нужно заварить. Здесь так же как и в первом случае нужно сдать зазор под уплотнитель. На этом этапе решил вырезать место под смотровое окно в камеру. Этот вырезанный кусок металла как раз пригодится в дальнейшем при изготовлении. А пока займемся вентиляцией камеры и изготовим воздуховод. Размечаем и подготавливаем выкройку под гнутье. Согнуть нужную форму нам поможет самодельный сегментный листогид. Для герметичности конструкции углы проварим и обработаем. Крепить же воздуховод будем на электрозаклепки. Для них придется просверлить отверстия. Далее вентиляционное отверстие. Просто сверлить большое отверстие мне не очень-то хотелось. Поэтому по запросу вентиляция в гугл картинках нашел понравившийся мне узор. И решил его повторить. Так мне кажется выглядит намного симпатичнее. Ну а дальше смонтируем воздуховод на свое место ориентируя его в центр камеры. Для остекления кабины нам понадобятся вот такие уголки. Их сделаем на том же листогибе. А материалом как раз послужит тот самый вырезанный металл. Размечаем, отрезаем и на листогиб. В итоге получились вот такие заготовки. По длине пришлось сварить из-за малой ширины листогиба. Из них изготовим рамку для стекла. Установим ее сразу на свое место. Крепиться она будет барашковыми винтами. А с обратной стороны просто приварим гайки М5. За кадром изготовил втулку. Она нужна для подключения пылесоса. Вставляется в стенку камеры и прижиматься будет фильтром. Это масляный с автомобиля КамАЗ. Вот так все это будет выглядеть в сборе. И последним, что осталось изготовить из листового металла, это так называемая распаечная коробка. В ней будут коммутироваться все провода. И будут вставлены пары выключателей. Для включения света в кабине и включения пылеудаления. Процедура изготовления уже нам знакома. Разметка, подготовка выкройки и на листогиба. Далее сварка углов и обработка всеми доступны. Далее сварка выкройки и на листогиба. Коробка устанавливаться будет сверху. Ну а закрепим мы ее на винты М3. С лицевой стороны будут располагаться два выключателя с подсветкой. Самодельной бормашиной сделаем для них пару отверстий. Конечно же без ручного инструмента в нашем деле никуда. Отлично. Как говорится то что доктор прописал. С обратной же стороны сделаем пару отверстий для ввода питающего кабеля и вывода провода для розетки вентиляции. Установим лампы освещения на свое место и сделаем вывод провода в распаечную коробку. Потихоньку идем к завершению. Для камеры также прикупил плотные резиновые перчатки. Они недорогие, но короткие. Исправим это при помощи старых джинс и швейной машинки жены. Вспоминая одну очень популярную фразу превращаю свои старые джинсы в элегантные шорты. Ну а дальше распарываем отрезки и сшиваем перчатки. В итоге вот что у нас получилось. Получились они длинноваты, но много не мало. Для крепления перчаток прикупил в магазине пару фланцев. И под них нужно сделать пару отверстий. Угло-шлифовальная машина нам в этом поможет. Крепиться они будут на сварочной прихватке, но предварительно нужно будет проклеивать уплотнитель. Превосходно! Осталось сделать еще пару мелочей. Первым сделаем отверстие для выхода пневматического шланга. Отверстие делаем с большим запасом для установки кабельного ввода. Таким образом сделаем фиксацию шланга. В качестве пистолета буду использовать заводской вариант фирмы Крафту. Это эжекционная модель и для нее будем делать крепление шланга внизу бункера. Есть у меня вот такое кольцо. Его распилим и получим своеобразный хомут. Он и будет прикручиваться к стенке бункера. Наконец-то все готово к покраске. Погода порадовала и все мои помощники опять на месте. Снаружи камера будет окрашена двумя цветами. Это синяя молотковая эмаль и черная. Ну а внутри камеру просто загрунтовал. Знаю, что это все буквально до первой работы, но хочется испытать то чувство нового инструмента. Далее сборка. Электрическая схема тут примитивная. Но обязательно камеру нужно заземлить. Это нужно прежде всего для безопасности. Больше думаю тут комментировать нечего. Дальше будет понятно и без моих комментариев. Продолжение следует... Ну и в итоге вот такая красота у нас получилась. Многие конечно же напишут, что проще и лучше купить. И здесь я с ними не соглашусь. Мне например приятно смотреть на красивую вещь и осознавать, что это сделано именно своими руками. Ну а для теста установим камеру на свое место и подключим. Кварцевый песок у меня лежит уже больше года и немного сыроват. Но это нам не помешает. В качестве испытуемого будет этот советский топорик. Ну и момент истины. Да, все работает на мой взгляд очень даже неплохо. Система вентиляции камеры со своей задачей справляется. В дальнейшем положу в камеру продувочный пистолет для удаления песка с двери, чтобы при открытии не сыпался на пол. Что касается камазовского фильтра. Он показал себя очень хорошо. И почистить его можно буквально за 10 секунд. Достаточно просто развернуть поток на пылесосе. На этом у меня все. Жду в комментариях конструктивную критику и предложение по доработке. Также рекомендую посмотреть вот эти два видео. Они не менее интересные. Ну и подписывайтесь на канал. С вами был как всегда я Михаил. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok